Поздравляем! Поздравляем! С разноцветными воздушными шарами и громкими аплодисментами встречают первопроходцев, подрастающее поколение и молодёжь. Огромная благодарность от потомков и небольшой, но весёлый праздник для тех, кто более полувека назад рубил лес, прокладывал дороги и строил первые дома. Так решили отметить малиновцы юбилей посёлка. Я не понаслышке знаю, в каких условиях вы начинали трудиться, в каких условиях вы обустраивали быт, как было вам тяжело. А мы, уже как бы у старшего поколения, принимаем эстафету ответственности. Мы теперь обязаны продолжить в том же духе развивать наш посёлок. Благу устраивать, обустраивать. И, конечно, оберечь все традиции, всю ту историю, которую создали вы. Это были молодые ребята и девчата, приехавшие в глухую тайгу, чтобы на месте сосен и берёз вырос новый благоустроенный посёлок со сладким названием Малиновский. Этот порыв увековечен в стихах и песнях. Лишь сосны вековые когда-то здесь шумели. Без людей покорились мельчаки. Малиновцы, малиновцы добились своей цели. Построили посёлок у реки. В 1963 году первыми в эти непроходимые места приехали молодые инженеры, лесорубы, трактористы. Нелегко было первопроходцам. Даже при наличии техники трудиться им приходилось в основном вручную. Работы тогда лёгкой работы не было, это я вам точно. Я начинал работать. Вот как раз пришёл первый, без гидравлического управления. Я не слабый парень, вот едешь по лесу, надо повернуть. Руляк крутишь, а он не выворачивается. Вот он сам, машина вся в няше идёт, а лес сверху. Вместе с другими энтузиастами в начале 60-х годов прошлого века попала в Малиновский Нина Карповна-Пеленко. И однажды, приехав сюда, всем сердцем прикипела к этим дивным местам. Вы не поверите. Я проработала здесь. Всего один год в садике. Янечкой проработала. А потом в 44-м года я отработала штукатуром-маляром. Я строила весь посолок. Вот. И живая до сих пор, видите. А скажите, как это было? Ведь работать приходилось в трудных, суровых условиях. Во-первых, климат. Уставали, конечно. Уставали. А что делать? Я люблю своё посёлок. Поэтому я не уехала. Сначала как-то вроде бы очень грязно было. Ничего не было. Дома были где-то примерно до бассейна. И всё. В остальных домах больше ничего не было. Лес. Кругом лес. Это как моя родина уже. Теперь не вторая, а моя. Так в течение нескольких лет строились первые дома. Постепенно посёлок рос. Приезжали новые жители. Открывались различные учреждения. Детского сада не было. А народ ехал днём и ночью. Ехали сюда. Но от Свердловска до этого места доехать надо было за неделю. Так медленно тут всё. Строилась железная дорога. А всё кругом был лес. Ни школы, ничего. Школа тоже была на Парковой улице. И детский сад на Парковой улице был. Тоже в полдоме. Вот 37 детей. Не было ни раскладушек, ни столиков, ни стульчиков. Ничего. Мой муж делал. И об этом написано в книге о Малиновском. Он мастерил. Я делала чертежи, а он мастерил. И стали у нас и раскладушки деревянные, но раскладушки. И вот так обустроились. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость. Здесь выросли их дети и внуки. Здесь сбывались их мечты. И яркий след каждого первопроходца навсегда останется в истории посёлка. Где живём я и ты, где сбиваются наши мечты. Малиновский основан на мужестве, мастерстве и трудолюбии людей. Именно жители – главное богатство любого населённого пункта. Они пишут новые страницы исторического пути, вкладывают десятилетия своей биографии в развитие своего родного уголка и с достоинством передают свой опыт и знания новым поколениям. С юбилеем, Малиновский!